Большинство лекарственных препаратов должны отпускаться только по рецепту врача. С этим не будет спорить ни один фармацевт. А вот с тем, что ответственность за нарушение этого приказа комитета фармконтроля по большому счету несут только провизоры, оптичные работники не согласны. Надо тогда в порядок приводить выписывание рецептов. Понимаете, провизор у нас последняя точка, где идет связь с больной и отпустить медикамент. То есть врач ему может просто на бумажке где-то написать, может на салфетке даже, просто, знаете, это неуважение. Вот если привести, это вопрос, можно сказать, бич по Казахстану. За 20 лет врачи разучились описать рецепты. А больному как? Он и так идет изнеможденный, ему взять медикаменты и идти домой лечиться, правильно? А тут если ему еще в аптеке говорят, извините, этот препарат отпускается по рецепту, у него, естественно, начинается истерика. Или психоз какой-то. То есть провизоры идут на нарушение исключительно по доброте душевной, за что и наказываются штрафами в размере до 100 месячных расчетных показателей. Врачам же, поленившимся выписать рецепт, грозит штраф всего лишь в размере 5 МРП. По этим планкам, говорят в фармконтроле, легко понять, кого в безрецептурной продаже больше считают виноватым. А еще специалисты уверены, нарушений при продаже медицинских препаратов было бы меньше, если бы люди серьезнее относились к своему здоровью. В том, что в аптеках продают лекарства без рецептов, очень часто виноваты мы сами. Вы лекарства берете, по рецепту или сами что-то думаете правильно? Ну, почему? Сама, я уже не первый день, ну что-то такой солодкой корень попила. Сейчас покашиваю, гриб уже. Я беру без рецепта, что необходимо, то и берем. Походим в основном без рецепта. Понятие лекарственная полипрагмазия, лекарственная интоксикация еще никто не отменял. Люди гостями пьют лекарства и возникают даже те же самые мультирезистентные формы туберкулеза, которые уже лекарствами не лечатся. Самолечение чревато последствиями, напоминают специалисты, и рекомендуют отправляться в аптеки, только вооружившись рецептом, пусть даже написанным на салфетке. Ирина Притула, Константин Исупов, Платон Леденев, информационная служба, телекомпания ОТРАР.